Всем привет! Вы на канале Bodybuilding Russian. Получил очередную партию продуктов после экспертизы. Накопилось их много в лаборатории из-за новогодних праздников. В том числе там и пришел и всеми ожидаемый Произолят от Bombar и Щучинский, который мы уже начали тестировать, который я уже вскрыл. Эти пока еще не вскрывал. Решил показать вам и рассказать подробно, как вообще мы сдаем все на экспертизу. Я уже рассказывал об этом в других наших роликах. Сегодня расскажу подробно. Вы будете знать все полностью от и до. Итак, я с специальной заявкой, заполненной и с продуктом, приезжаю в лабораторию. Либо можно заполнить заявку прямо на месте. В заявке в этой указано название продукта, его срок годности и адрес производства. И еще кое-какие данные. С продуктом и с заполненной заявкой я подхожу в окно приема. Специалист на окне приема сверяет с тем, что указано в заявке, с самим продуктом. Также он смотрит целостность упаковки. Как вы знаете, чтобы наши анализы были, наши экспертизы были 100% объективные, мы сдаем продукты в заводской закрытой упаковке. То есть сразу купили и сразу на экспертизу. Поэтому человек на приемке сверяет, чтобы продукт был закрыт, чтобы упаковка была не нарушена. Иначе они это не укажут в протоколе. После того, как все сверили и все в порядке, есть два варианта. Первый вариант. Специалист на приемке обезличивает продукт сам. Либо я могу сделать это сам. Я хочу, чтобы все было под нашим контролем, чтобы 100% эксперт, который будет делать анализ, не увидел, что он делает. Поэтому предпочитаю обезличивать сам. Я отхожу на соседнюю стоечку и начинаю планомерно заматывать продукт. Вот так вот это делается. Здесь используется скотч двух видов. Один непрозрачный и второй еще сверху. На всякий случай, чтобы, не дай бог, ничего не напутали, я на продукте пишу, какое вещество нужно в нем определить. Вот здесь вот, например, определяли коллаген, здесь цитрулин, здесь BCAA, здесь креатин. Ну, пожалуй, из всех продуктов обезличенных можно определить, что вот это вот у нас за продукт по его нижней части. Да и то, если вы принимаете данный продукт или сталкивались с ним. Вот здесь вот на его этикетке я вырезал название продукта, чтобы эксперт не увидел. То есть, эксперт поймет, если он сталкивался с этим продуктом. Да и то, если он поймет, то непонятно, какой здесь вкусовой, безвкусовой продукт. А может быть, это вообще BCAA плюс глютамин и так далее. Поэтому подгадать здесь невозможно. Да я даже сам сейчас не определю, что это за продукт. Например, что вот это вот за цитрулин, ну, я, например, не вспомню. Мне вообще непонятно. Вот этот вот креатин, наверное, это, скорее всего, креатин BioWin, который вы все так ждете. Потому что я помню, что он был в черной упаковке. Итак, после того, как я обезличил, я подаю все это в окошко. Есть лаборатории, в которых обезличивать продукты не нужно. Они пересыпают это все в специальные контейнеры. То есть, я им подаю заявку и продукт, они все сверили. Далее, из нашей банки пересыпают в специальный контейнер. То есть, вскрывают ее, пересыпают в специальный контейнер. К контейнеру присваивается код. И под этим кодом уже продукт в контейнере идет эксперту. А наша банка хранится в отдельном помещении. Есть лаборатории, которые отправляют непосредственно сами банки эксперту. Вот эту лабораторию у нас отправляет саму банку. Вот после того, как я все обезличил и подал в окно, они присваивают номер. То бишь, идет кодирование продукта. И вот под этим номером идет уже банка эксперту. То есть, эксперт не видит ни нашу заявку, ни название продукта, ни название производителя. Вообще ничего. Для него существует лишь 46-43. И что нужно определить цитрулин. То есть, задание на экспертизу. Далее, после проведения экспертизы, нам приходят уже вот такие вот банки. Я после того, как прошла экспертиза, сам лично вижу, что она не была вскрыта. Что никто не пытался отклеить скотч и посмотреть, что это за продукт. Поэтому здесь все с этим четко. Ну, в принципе, я вам все рассказал. Я думаю, вопросов уже после этого ни у кого не останется. Как уже сказал ранее, в ближайшее время у нас ожидается и произолят бомбар, и щучинский, который все так долго ждут. Но, сами понимаете, из-за новогодних праздников произошла вот такая вот у нас накладочка, скажем так, с продуктами. Ну, и, соответственно, вот этот вот креатин мы будем использовать в продолжении нашего эксперимента. Качалка плюс единоборство. Как раз и заодно протестируем этот креатин. Очень много людей просило это сделать. Что, если остались вопросы, задавайте в комментариях. На этом все. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok